Над рекою речкою стали ёлки свечками, берега измеристы, по воде плывут листы. Современное искусство палехской миниатюры соединило в себе древнее искусство русской иконописи и восточной лаковой миниатюры. Тонкая работа мастеров иконописи когда-то настолько заинтересовала великого немецкого поэта Гёте, что по его просьбе, Веймар, ему было доставлено несколько икон Суздальско-Владимирского иконописного дела, к которому принадлежали и палехские иконописцы. Расписывали мастера и стены храмов, работали бригадами. Но когда, чтобы удовлетворить спрос, недорогие иконы стали делать с помощью печати, искусство палехских иконописцев стало переходить в упадок. Вот тут-то и пришло на помощь древнее искусство лаковой восточной миниатюры – Японии, Ирана, Китая. Прежде всего была разработана собственная технология изготовления полуфабрикатов по пьемаше и изделий из него – шкатулок, футляров, панно. В качестве сюжетов художники Палеха выбирают иллюстрации к произведениям русских писателей, поэтов. А самыми излюбленными стали сюжеты сказок Александра Сергеевича Пушкина. Мастерицы по всей округе свистульки мастерят в виде птичек, лошадок, козликов, а то и всадников на коне или гуляющего кавалера. Свист разносится по всему городу, шум, гам. С ярмарки народ нарядные дымковские игрушки уносит. Птичек, баранов, водоносок, нянек с младенцами, кавалеров да барынь. Кружево попали в Россию из Западной Европы. Плели их там сначала из золотых и серебряных нитей, а продавали на вес, ценя прежде всего металл, а не красоту узора. Хотя, говорят историки, кружевоплетение было известно еще древним народом. С незапамятных времен занимались люди плетением сеток и украшением их вышивками. В России плести кружево коклюшками или изготавливать кружево, шитое иглой, начали в XVIII веке. Больше всех преуспели в этом деле вологодские мастерицы. Знаменитым своим вологодским манером на весь мир прославились. Издавна Гжель славилась своими глинами. По указу царя Алексея Михайловича, из Гжельской волости глины разных сортов поставлялись для аптекарских и алхимических сосудов. Крестьяне-ремесленники из этой глины изготавливали обычные гончарные миски, горшки, изразцы, а позже научились делать цветную майолику, посуду и скульптурные фигурки с многоцветной росписью по белой эмали. Когда конкурировать с иностранной фарфоровой посудой стало трудно, мастера Гжели выработали свой стиль. Кистями разной величины, мазками длинными и короткими, создали синюю гамму до 30 оттенков на белом фоне. Дальше больше. Целый мир мастера сотворили и продолжают создавать.